Приветствую вас, друзья! В очередной раз напоминаю, если вы хотите знакомиться с интересными статьями на актуальные темы, приходите, подписывайтесь на канал Каспаров.ру, я жду вас там в комментариях и готов обсуждать с вами различные темы. А сегодня небольшой очерк Виктора Шендеровича о событиях в Соединенных Штатах, как он это видит, ну и дальше мой небольшой комментарий. Простите, что снова захожу на заминированную территорию, но мне кажется, ход мыслей того стоит. Я уже рассказывал эту историю. В армии 40 лет назад особисты таскали меня на допросы из-за программной статьи в литературной газете, не кстати прокомментированной мною в присутствии замполита, поэтому я ее и запомнил. Статья называлась «Кто усыновит Чебурашку» и была посвящена идеологическому ущербу от творчества Эдуарда Успенского. Автор статьи полагал, что дети должны любить не Чебурашку, а герб СССР. Я в ту пору не знал слова «эмпатия», но почему-то уже понимал, что невозможно проникнуться ею по отношению к гербу, какой бы прекрасной ни была родина. Что такого рода перенос – тяжелая ошибка, если не опасная демагогия? А про эмпатию я узнал совсем недавно. И в последние пару месяцев читал это слово чаще всего в контексте укора – недостаток эмпатии. Речь шла, разумеется, уже не о гербе Родины, а о коалиции вокруг лозунга «Положение афроамериканцев в Америке». Диалог, если называть диалогом взаимную войну на полное моральное уничтожение, шел по преимуществу в политической плоскости. Левые против правых, демократы против республиканцев. Получается, что если ты испытываешь эмпатию к черным – всем, то ты демократ и приличный человек, а если не испытываешь, то трампист и расист. Люди, пойманные в эту подлую координатную сетку, быстро теряли человеческий облик и человеческий лексикон, становились солдатами враждующих армий. Не все, конечно, но очень многие. Между тем, эмпатия – это сочувствие, сопереживание – это ведь вещь вообще не про политику, это частный человеческий импульс, свойство души, а не примета корпорации. Объектом сопереживания может быть только живое – человек, собака, кошка, чебурашка. Некто, испытывающий переживания, которые вдруг становятся твоим. Это не может распространяться на расы, нации, религии, торговые марки и политические партии. Нельзя испытывать эмпатию компании Кока-Кола, мормонам или футбольному клубу Тамбов. Эмпатия – не установка град, она его не бьет по площадям. Человеческое обращено к человеку. Невозможно сочувствовать белым или черным – это или глупость, или чаще политическая демагогия. Предвидя ответную реплику, уточняю – невозможно сочувствовать и вообще евреям. Имена, непрерывно звучащие в яд вашими, призывают нас представить этих людей и их судьбу, дают возможность сопереживания им. И да, это только возможность. И не в яд вашими ни в Гарлеме, ни в Катыни, ни у Соловецкого Камня, не стоит пихать другого в шею с криками «Оно проявляй эмпатию» и позорить его прилюдно, если его реакция не соответствует рекомендациям по проявлению эмпатии, который с какого-то хера выработал менеджмент вашей корпорации. Это уже не имеет никакого отношения к человеческому стыду, сочувствию, достоинству и приводит к противоположным результатам. Так вот, любить евреев оптом не надо и преференции не нужны. Мне, например, было бы дико унизительно, если бы по случаю Холокоста мне разрешили писать с ошибками. А если бы толпы Рабиновичей начали терроризировать Перенейский полуостров, требуя от болельщиков Мадридского Реала извинений за моральные страдания в 1492 году, я бы ей-богу предпочел выписаться из своей нации до окончания этого посмешища. Украинский философ Григорий Сковорода благодарил Бога за то, что все, что правда, просто. Человек – мера всех вещей, и он начинает понимать разницу между добром и злом раньше, чем узнает эти слова. Человеческое сочувствие – бесценный природный капитал, и не надо дербанить его в предвыборных терках, пускать на корпоративные нужды, межевать по расовому признаку. Правда – это просто, а эмпатия – это персонально. Я сочувствую черному герою Рейгтайма, униженному расистами, сочувствую белому полицейскому, вокруг которого прыгает распустившийся охлос, показывая ему фак, провоцируя и пуская секретный дым под стекло шлема. Эмпатия – это всегда про человека, и только про человека. И пока мы не отлепим от ясных нравственных ощущений липкие политические пальцы, добра не будет. Предвидя очередную ответную реплику, специально поясняю напоследок. Я не учу Америку, как жить, и не лезу в американские дела. Это, видите ли, не американские дела, а общечеловеческие. Так уж получилось, Соединенные Штаты сегодня – аванпост цивилизации, которой мы принадлежим. Штаты принимают на себя первые удары всех социальных пандемий. Они проверяют на себе вакцины, которыми нам еще предстоит воспользоваться, если, конечно, мы доживем до поставки в наши лубянские болота. Так что, извините, нам тут не все равно. Виктор Шендерович. Ну, судя по всему, это запоздалая несколько реплика Шендеровича на все, что происходит в Соединенных Штатах. Или, может быть, наоборот. Очерк предвкушающей скандалы в предвыборной гонке, когда, скорее всего, карта расизма или дискриминации в Соединенных Штатах будет разыгрываться. Я тоже не высказывался по этому поводу, но потому что считаю эту ситуацию предельно понятной. То, что происходит в Соединенных Штатах, это бесспорно должно, на мой взгляд, привести, в конечном счете, к смене Трампа. И я надеюсь всем сердцем, что так оно и случится. Очень сильно хочу, чтобы Трамп был заменен на адекватного человека. Мне все равно, как к Трампу относятся мои бывшие соотечественники. Россияне в основном поддерживают Трампа. Но я, как житель Европы, вижу непосредственный вред, который приносит этот человек Европейскому Союзу и связям, например, Германии, многолетним связям Германии и Соединенных Штатов. Ну а вся эта ситуация, которая эскалировалась якобы после убийства чернокожего парня, это, извините, реакция на то, что накапливалось долгое время. Сам факт того, что полицейский убил бывшего наркомана и наркодилера за то, что тот не подчинился его приказу, я считаю, это абсолютно нормально любого человека. Если он не готов следовать закону, нужно наказывать и в случае опасности действительно применять оружие, здесь все было сделано корректно. Но вот реакция людей, я имею в виду чернокожего населения на сам этот поступок, это именно накопившееся недовольство людей разного цвета кожи в Соединенных Штатах. И это недовольство есть последствия действий вот этого наглого, разнузданного расиста Трампа. Он все четыре года нагнетал обстановку, все четыре года этот человек пытается сделать из Соединенных Штатов страну, которой она никогда не была. Закрыть границы, не пускать иммигрантов, разделять семьи и показывать, так сказать, главенство белого населения. Америка это не такая страна, которая представляет ее себе господин Трамп. И поэтому Америка в конечном счете встала на дыбы, и это правильно. Если в результате всех этих конфликтов и беспорядков в конечном счете до населения этой страны дойдет, что дальнейшее нахождение этого человека просто приведет к гражданской войне, и в конечном счете Трампа снимут, то я считаю, что все было сделано правильно. Кто-то из очень умных сказал, что поддерживать Трампа, это нужно быть, ну, фактически идиотом, то есть идиотом от природы. Неважно, как вы к нему относитесь, симпатизируете вы или нет, но вы должны видеть, что его действия приводят к разрушению страны. И только по этому факту второй раз выбирать его ни в коем случае нельзя. Но я знаю таких людей, русскоговорящих в том числе в Соединенных Штатах, кто, ну, не знаю, очарованы этим идиотом, кому нужна вот такая риторика, кто считает, что это крепкий парень, который несет какое-то благо белому населению, но еще раз, Америка это не страна белых, Америка это страна иммигрантов. И поэтому чернокожий президент-демократ, это было хорошо, и это укрепило это общество. А вот белый расист с куклуксклановскими наклонностями может принести только вред. Ну, вот такое мое мнение, напишите, что вы думаете по этому поводу. Если вы со мной не согласны, ради бога, пишите откровенно, что вам кажется, могут ли белые каким-то образом подавить чернокожее население в Соединенных Штатах и приведет ли это хоть к чему-то. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok